Добрый день! В эфире CBC, передача «За Каспием». О самых актуальных новостях по ту сторону Каспии расскажем прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов. Ну и в начале выпуска коротко о главных темах. Министерство энергетики Казахстана разработало, а правительство утвердило дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности. По документу, отрасль нарастит выпуск продукции в 2030 году в пять раз по сравнению с 2023 годом. Страны Центральной Азии и Азербайджан могут стать одними из экспортеров зеленого водорода в страны Евросоюза. К 2030 году ЕС будет импортировать по 10 миллионов тонн такого топлива ежегодно. Страны уже налаживают связи с потенциальными поставщиками. Страны, расположенные на маршруте Великого Шелкового Пути, разрабатывают единую стратегию развития туризма на общем пространстве. 14 октября 2020 года. 18 день 44-го дневной Отечественной войны, которая привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана. В этот день азербайджанская армия продолжала решительно продвигаться вперед, пять за пятью освобождая Карабах от оккупантов. Противник, терпящий серьезные поражения на поле боя, вновь шел на провокации, взяв на прицел мирное население и гражданскую инфраструктуру. Ровно четыре года назад, 14 октября 2020 года, президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана Ильхам Малиев, дал интервью телеканалу «Франц-24», в котором глава государства рассказал о достижениях вооруженных сил Азербайджана на поле боя, а также о высказываниях президента Франции, Эммануэля Макрона, о якобы переброске из Сирии трех сотен бойцов для участия в сражениях на стороне Азербайджана. Да, конечно, мы говорили об этом, и я жду доказательств. Никаких доказательств мне не представлено, никаких документов не представлено другим нашим официальным лицам. Я попросил президента Франции представить документы, организовать контакты между руководителями соответствующих государственных структур для переговоров, обмена данной информацией. Такой контакт состоялся, и я могу вам сказать, что никаких доказательств нам не представили. Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. Сначала столкновение прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем ста тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли. На 18-й день сражения Армения подвергла артобстрелу Тертерский, Ахдамский и Ахжебединские районы. В результате армянского обстрела Тертера погиб один мирный житель. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели 43 мирных жителей с начала армянских провокаций. Пока Армения терпела поражение на поле боя и избирала в качестве мишени мирное население, доблестная азербайджанская армия освобождала свои земли от оккупации. Так, 14 октября 2020 года села Гарадаглы, Хатунбулах, Гаракулу, Физулинского района, села Булутан, Миликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер, Ходжавенского района были деоккупированы. Безусловно, превосходство азербайджанской армии и на 18-й день войны свидетельствовало о том, что флаг Азербайджана скоро будет развиваться на всей территории страны. Министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории. Согласно новому подходу, термин «Центральная Азия» будет заменен на «Туркестан». Эксперты отмечают, что это решение направлено на укрепление национального самосознания и патриотизма среди будущих поколений. На более подробно о сотрудничестве между Турцией и государством мы поговорим с гостем. На прямой связи со студией руководитель исследовательского центра «АПлюс Аналитикс» Казахстан Фархад Касенов. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. По мнению экспертов, эта трансформация представляет собой важное начало и ценный вклад не только для Турции, но и для всего тюркского мира, а также для стран-партнеров тюркских государств. Почему это так важно для всего тюркского мира, по-вашему? На самом деле, данная инициатива действительно представляется очень интересной, потому что она сейчас позволяет по-новому посмотреть на происходящее событие. В частности, необходимо сказать, что сам термин сначала «Средняя Азия», а потом в более позднее время «Центральная Азия» был идем в качестве некой такой замены более широкому термину, которому используем слово «Туркестан». Сейчас, как мы знаем, турецкая сторона предлагает, пока еще в одностороннем порядке, именно в своей стране, использовать для определения стран, которые сейчас составляют Центральную Азию. Это пять стран – это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан – предлагают термин «Туркестан». И в этом видится определенный такой идеологический посыл. Почему? Во-первых, это, конечно же, возврат к определенным историческим реалиям, которые когда-то были. Пусть он не абсолютно точно коррелирует с историей, но, по крайней мере, идеологический посыл очень такой очевидный и четкий. Второй момент – это то, что сейчас, может быть, наступило время действительно осмысления многих событий и концентрации вокруг идеи тюркского мира. Вот эта идея, она очень похожа на инициативу внешнеполитического ведомства Турции, то есть век Турции, или, по-другому говоря, можно сказать, турецкий век или тюркский век, о том, что именно тюркские страны будут играть все большее и большее значение в ближайшие годы. Используемый термин «Туркестан», оно, конечно же, имеет и свои позитивные стороны. У нас, вы знаете, шли большие размышления, каким образом можно будет объединить два региона, такие как Центральная Азия и Южный Кавказ. В данном случае большая тюркская компонента – это Азербайджан. И в будущем, вероятнее всего, как раз-таки термин «Туркестан», я думаю, будет захватывать не только страны Стальной Азии, но еще и как раз-таки Азербайджан, потому что сказать, что мы все имеем тюркские корни. Вот с этой точки зрения, с точки зрения обобщения, с точки зрения, скажем так, поиска некой общей исторической идентичности, да, и, конечно же, эта идея не имеет не просто места быть, но и права на свое развитие. Но в то же время необходимо сказать, что мы видим уже очевидные, так сказать, пункты, по которым может пойти напряженность. Это то, что как будет воспринимать термин «Туркестан» в больших соседних странах, это прежде всего в России и в Китае, потому что для Китая термин «Туркестан» он сейчас, как бы, скажем так, достаточно болезненно воспринимается. Это связано с историей восточного Туркестана, с историей, вот, когда, собственно говоря, Китайская Народная Республика до 49-го года она формировалась, и была некая история связана с регионом Суар, и там тоже активно используется термин «Туркестан». То есть Китай, мы посмотрим реакцию Китая, ну и, конечно же, Россия, которая тоже помнит то, что на территории Центральной Азии в свое время существовала Туркестан, то есть были свои государственные образования связаны с этим этнонимом. И то есть если мы, тюркские страны, докажем то, что мы, у нас есть определенное идеологическое, историческое наполнение, смысловое наполнение, которое, конечно же, не будет вступать в религиозное противоречие, скажем так, с видением, историческим видением процессов того же самого Китая или России, то тогда, я думаю, можно будет развивать данный термин уже и на территории, собственно говоря, нынешней Центральной Азии. Но опять же, все зависит от того, каким образом мы будем, каким образом будем трактовать данный термин. Потому что если мы будем это толковать слишком расширительно, скажем так, учитывая, что есть тюркские республики в составе Российской Федерации, есть большая тюркская компонент в Китайской Народной Республике, то мы, очевидно, встретим определенное противодействие. Поэтому, я думаю, сейчас нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы каким-то образом скоординировать свои позиции в отношении этой дефиниции, этого термина, и, скажем так, вычленить его то значение, которое бы хорошо бы встраивалось в уже имеющиеся геополитические рамки, структуры. Вот в таком плане. Ну, вот также, господин Катинов, ранее турецкий президент Раджеп Тайпур Доган подчеркнул важность единства тюркского мира. И возникает вопрос, почему именно в сложившейся геополитической реальности так важно, чтобы страны тюркского мира продолжали свое сотрудничество? Ну, потому что у нас, собственно говоря, это один из таких, можно сказать, единственный вектор развития, наиболее перспективный. То есть, это единство тюркских стран. Мы знаем, что сейчас в мире существует самая большая, с демографической точки зрения, самая мощная страна тюркская, это Турция. В то же время, необходимо, не надо забывать, что и другие страны, которые некогда входили в состав Советского Союза, это, прежде всего, страны Центральной Азии, это Азербайджан и Южную Павказию. У него также имеются очень большие ресурсы. Это огромные наши ресурсы, связанные с энергетикой, с энергоресурсами. У нас огромный есть транзитный потенциал. И в будущем объединение именно по тюркскому вектору, оно позволит, во-первых, очень выгодно использовать, задействовать данный потенциал. Это ресурсный, это транзитный потенциал, это промышленный потенциал, это демографический потенциал. И именно таким образом судьба сложилась, что именно, как бы сказать, товаропотоки, идущие из Китая, они проходят через Казахстан, другие страны, Центральной Азии, потом уходят в Азербайджан, потом дальше в Турцию. Именно вот тюркский вектор, он как бы является осилным вектором, можно сказать, даже так. Вот если был термин, да, ось мира, то сейчас ось мира, по-другому перефразируя теорию Макиндера, можно сказать, она является именно тюркской осью. И в этом отношении у нас, конечно, очень хорошие перспективы у тюркского сотрудничества. И сейчас как раз-таки геополитическая ситуация сложилась таким образом, что мы должны ковать железо, пока оно горячо. Может быть, нам судьба дала сейчас единственный такой момент, когда мы можем очень выгодно это использовать. Если будем делать это позже, может быть, уже не будут такие благоприятные геополитические обстоятельства. Поэтому именно сейчас необходимо крайне форсированно педалировать это направление. И к тому же надо же, конечно же, учитывать тот момент, что на протяжении последних 30 лет мы не так далеко продвинулись в этом вопросе, как могли бы. И у нас при всех имеющихся перспективах развития мы еще весь потенциал далеко не выработали, только, может быть, 1% от того, что мы вообще можем сделать. Ну, это большое поле, очень большое поле для работы. И надеемся, в ближайшие 5-10 лет мы сможем сполна использовать данные, скажем так, возможности, чтобы наш регион превратился в некий такой единый регион. Единый регион, прежде всего, с экономической точки зрения, который бы принес бы взаимную пользу, во-первых, во-вторых, бы ощутился бы и эффект синергии. То есть, например, технологии, опыт Турции, ресурсы Казахстана, демографический потенциал Узбекистана. Все это вместе, если объединить, я думаю, у нас будет очень хороший эффект именно от синергии, от объединения подобного рода разных потенциалов. Спасибо большое, господин Катенов. Спасибо за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был руководитель исследовательского центра «Аплюс Аналитикс» Фархад Катенов, Казахстан. До свидания. Тем временем Министерство энергетики Казахстана разработало, а правительство утвердило дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности. По документу, отрасль нарастит выпуск продукции к 2030 году в пять раз по сравнению с 2023 годом. В рамках дорожной карты также планируется обеспечить необходимым сырьем все реализуемые и новые проекты. В частности, речь идет о запуске шести проектов, где будет создано 3,5 тысячи постоянных рабочих мест с общими инвестициями свыше 14,5 миллиардов долларов. Кроме того, предусматривается строительство инфраструктуры для проектов нефтегазохимии на территории специальной экономической зоны Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атараусской области. Дорожная карта также должна создать условия для обеспечения рынков сбыта и стимулирования потребления казахстанской продукции на внутреннем рынке. Условия для развития нефтегазохимии будут складываться за счет совершенствования научной базы, человеческого капитала и совершенствования нормативно-правовых документов. Министерством энергетики разработана дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024-2030 годы, включающий цикл мероприятий от обеспечения сырьем до выпуска конечной продукции. Цель документа – развитие нефтегазохимической отрасли и содействие реализации проектов в этой сфере. Увеличение объема производства нефтегазохимической продукции с 357,8 тысяч тонн в 2023 году до 1,8 миллионов тонн к 2030 году. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан могут стать одними из экспортеров зеленого водорода в страны Евросоюза. К 2030 году ЕС будет импортировать по 10 миллионов тонн такого топлива ежегодно. Страны уже налаживают связи с потенциальными поставщиками, в частности с участием Германии, которая планирует стать крупнейшим рынком возобновляемого зеленого водорода. В Казахстане будет реализован соответствующий проект вблизи Каспийского моря. Кроме того, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют реализацию проекта по передаче зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Ратмир Ибраев продолжит тему. В течение пяти лет на полуострове Мангошлаг планируется построить ветропарки и солнечные электростанции мощностью 40 гигаватт. Регион Мангостел для реализации этого проекта выбрали не случайно. У берегов Каспийского моря имеются идеальные условия для получения зеленой электроэнергии, яркое солнце и малонаселенная полупустыня. Также это одно из немногих мест на Земле самыми сильными ветрами на высоте более 100 метров. По достижении проектной мощности комплекс рядом с казахстанским портом Хорых сможет ежегодно производить до 2 миллионов тонн зеленого водорода. Это будет примерно пятая часть годовых объемов, которые, согласно прогнозам, потребуются к тому времени всем странам ЕС. Проект High Rage One по производству зеленого водорода и зеленого амьяка в Мангестаусской области насчитывает около 3,5 тысячи новых рабочих мест в период строительства, а также около 1800 новых постоянных рабочих мест во время эксплуатации. Природного газа уже недостаточно для того, чтобы его сжигать на теплоэлектростанциях. Его уже не хватает населению и бизнесу, экономике. И второе – уголь. Угольная генерация. Она становится все менее и менее популярной в силу того, что требования зеленой повестки, они все более ужесточаются, а угольная генерация – это сжигание угля, зола и большие проблемы со всем этим. Поэтому как бы угольная генерация тоже имеет свои пределы. Однако, по мнению зарубежных экспертов, большинство стран Европы больше заинтересованы в развитии собственного производства. Франция, к примеру, считает недальновидной опору на импорт, поскольку это может обернуться зависимостью от внешних поставщиков. «Зеленый переход в Центральной Азии – это уже факт. У всех стран региона есть свой план действий. Нам нужно согласовывать их, и, конечно же, нужны инвестиции и поддержка. ЕС, партнер Казахстана и других стран региона в этой сфере. У нас есть стратегии и диалог по тому, как проводить зеленый переход». Ещё одна проблема – выбор маршрута поставок. До начала военного конфликта в Украине ничто не мешало строить планы по транспортировке казахстанского водорода в Европу через модернизированные российские трубопроводы. Теперь это исключено, а альтернативу найти сложно. Один из вариантов – прокладка морского водородного трубопровода через Каспийское море, Кавказ и Турцию в Южную Европу. О соответствующем совместном проекте Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в сфере развития водородной энергетики упомянул Касымжи Мартокаев на саммите Центральная Азия – Германия. Президент Казахстана предложил рассмотреть немецким партнёрам возможность участия в этом стратегическом проекте. Ратмир Ибраев, CBC, Казахстан. Количество предприятий и организаций с иностранным капитаном в Узбекистане с января по август 2024 года достигло 14,5 тысяч. По данным агентства статистики Узбекистана, больше всего предприятий в стране создано с участием российского капитала – 3006. На втором месте находятся компании с китайскими инвестициями – 2982. Далее следуют предприятия с участием капитала Турции, Казахстана, Южной Кореи и США. Наибольшее количество предприятий в стране было создано с участием российского капитала – 2972, а наименьшее количество компаний с участием капитала Молдовы. В столице Узбекистана прошла научно-практическая конференция на тему «Шёлковый путь» – сотрудничество через призму туризма. В мероприятии участвовали представители из 25 стран мира, в частности, эксперты из Турции, Азербайджана, Китая, России, стран Центральной Азии. Подробности мероприятия в репортаже нашего корреспондента из Узбекистана – Борчиной Мусалямказы. До недавнего времени «Шёлковый путь» являлся неэксплуатируемым потенциальным туристическим ресурсом, который следовало преобразовать в крупно интегрированный туристический продукт. И для осуществления этой цели страны, которые находятся на этом маршруте, задействовали различные сектора туриндустрии, а также органы государственной власти. Но сегодняшняя реалия требует формирования единой стратегии сферы развития туризма на общем пространстве. Чтобы полностью осознать суть целей сотрудничества на «Шёлковом пути», нам сначала нужно очень хорошо понять события в научном формате. Мы говорим о проекте, который «Тюркский мир» использовал в прошлом, будет использовать его сегодня и в будущем. Это очень важный проект, который соединяет «Тюркский мир», объединяет тюркские нации и увеличивает успех всего мира. Помимо родственных стран, все остальные страны-участницы должны поддержать этот проект как с научной стороны, так и со стороны гуманизма. «Шёлковый путь» очень древний, но сегодня он нуждается в возрождении. Причина этому – оживление экономики, развитие технологий и повышение благосостояния человечества. Сейчас эта тема, безусловно, актуальна в связи со сложными и международными процессами, и экономическими процессами, процессами интеграции, дезинтеграции, переориентирования рынков, изменения источников, ресурсов. И вот в этой ситуации, конечно, наладить взаимное сотрудничество для того, чтобы выработать механизмы этого сотрудничества. Сейчас актуальная задача, в первую очередь, на мой взгляд, кроме экономического взаимодействия сотрудничества, это налаживание связи именно научно-образовательного сотрудничества, культурного сотрудничества. Использовать уникальный комплекс исторических, экономических, культурных и коммуникационных качеств Великого Шелкового Пути в новом веке в качестве пути политика экономического прогресса является историческим долгом современной цивилизации. Согласно прогнозу Всемирной туристической организации, в 2024-2025 годах произойдет полное восстановление международного туризма благодаря высокому спросу, расширению воздушного сообщения и продолжающемуся восстановлению крупных азиатских рынков. Также самым популярным среди туристов на нашей планете маршрутом станет знаменитый Великий Шелковый Путь. И, как отмечают эксперты, в этих условиях в странах Центральной Азии и Закавказья появляются большие возможности и перспективы развития международного туризма. По данным Агентства статистики Узбекистана, в первые 7 месяцев 2024 года страна приняла более 4 миллионов туристов. Это на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на Международной научно-практической конференции было отмечено, что, внедряя новые актуальные проекты, сотрудничая в научной сфере, разрабатывая программы туристического образования на основе международных стандартов, можно добиться еще большего развития международного туризма. В настоящее время туристическое образование получает более 11 тысяч студентов в 35 вузах и более 2 тысяч учащихся в учреждениях правообразования республики. Образовательный процесс организован в форме дуального образования на основе системы блок-модуль с ежегодным увеличением доли практических занятий. С этого учебного года вузам, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, разрешается создать на своей территории базы прохождения практики. Великий шелковый путь, как туристический продукт, имеет целый ряд особенностей, отличающих его от привычных маршрутов. К примеру, классический тур – это поездка, как правило, в какую-нибудь одну страну. Здесь же речь идет о транснациональном маршруте, когда турист имеет возможность посетить целый ряд стран, познакомиться с их древней культурой и сегодняшним днем, и получить гораздо больший объем впечатлений и знаний. И на конференции были выдвинуты предложения по существующим проблемам, в частности, о вопросах пересечения границы. Я думаю, что нужно открыть новый КПП. Не два, не три, а много-много по всей линии границы между Таджикстаном и Узбекистаном. Кроме того, Узбекистан для таджиков – это еще и транзитная территория. Многие туристы могут по сопряженным путевкам посетить, увидеть Узбекистан и пересекать границу, посетить Кыргызстан, Казахстан и дальше там Российской Федерации. Нужно разрабатывать над какими-то проектами по транзитному туризму тоже. А в целом эксперты договорились сотрудничать на уровне университетов, также вместе создавать виртуальные музеи, где будут отображаться наиболее яркие и интересные шедевры тюркской культуры, хранящиеся в музеях стран. Также сотрудничать в области картографирования памятников тюркской культуры, укреплять партнерские связи для дальнейшего формирования единой стратегии развития туризма на общем пространстве. Борчиной Мусалям Казабихрус Хамроев. Специально для Сибиси из Узбекистана. Ну а это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин